Пётр Павлович Колодей крепок не по годам. Свои 95 лет сам принимает поздравления, уверенно стоит на ногах, открыт для каждого гостя и не прочь пошутить. Он мне внук за 13 тысяч телефонов, а учиться не хочет. За мундиром со множеством медалей, орденов и насыщенной на события биографии стоит простой человек. На долю Петра Павловича, как и всех его современников, выпало множество испытаний. Ребенком он прошел через голод, а затем и оккупацию. Юношей уже освобождал Европу. С боями прорывался через Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. По окончании войны остался на службе. Работал редактором армейских газет и продолжил свое дело по увольнению. Сегодня обладатель множества наград, медалей, орденов. В первую очередь отец, дедушка и прадедушка. Ради семьи Петр Колодей всегда много работал и никогда не переставал учиться. Чем живет человек? Всю жизнь я отдал армии 34 года календарных, а с льготами 39 лет. Не каждый добивается этого. Послужит 2-3 года и все увольняется. Петр Колодей живет в Самаре. Часто к нему приезжает дочь из Тольятти. Навещают и социальные работники. У нас на территории района на данный момент живет 83 участника войны и больше 800 ветеранов войны. В это число входят и дети фронта, и труженики тыла, и другие категории ветеранов. Безусловно, судьба каждого имеет для нас значение. Отметив свой юбилей, Петр Павлович готовится к другой серьезной дате – 75-летию Великой Победы. В Самарской области пройдет более 500 праздничных мероприятий и акций, и во многих из них участие примут сами ветераны. Кирилл Козин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.